Приветствую всех! Сейчас хочу поделиться своими впечатлениями о марафоне депривации сна, который прошёл недавно и вела его Светлана Лаврова. Ну, вот это словосочетание депривации сна я слышала очень давно, где-то года два или три назад, я услышала впервые. И очень мне захотелось выйти вот на эту депривацию, потому что сколько я после этого слушала всех видео, там говорилось о том, сколько это времени высвобождает и какие процессы в организме происходят, совсем другие, насколько гениальные люди, я слышала, спят очень мало и очень много успевают, и причём у них острота мыслей, действий и всего того, что они воспредили, просто зашкаливает своей масштабностью. Вот. Что происходило на марафоне? Я думала, я пришла на марафон и быстренько Светлана мне всё рассказала, как не спать, что делать для того, чтобы не спать, как там вообще всё это быстренько оформить, произошло всё, конечно же, по-другому, так, как это делает Светлана. Светлана нам просто распаковывала наши знания, которые в нас где-то глубоко сидят. Она, конечно, дала очень много информации, касающейся и нашего поведения, и поведения нашего во сне, и то, что в снах во сне происходит. Почему мы забываем многое после того, как поспим? Кто у нас забирает эту память во сне? Почему вообще так происходит? И почему мы разбитые встаем после сна? Ну, в общем, все те моменты, которые нам нужно знать. И Светлана не уставала повторять, что всё это в нас есть. Всё у нас есть. Она просто наш триггер, который помогает нам всё вот это вот раскрыть. Но помимо этого было ещё очень много разных-разных моментов и много личностных моментов, которые Светлана раскрывала. Раскрывала процессы полностью в нашем организме, которые происходят и во время сна, и не во время сна. И то, о чём мы даже не подозревали, не догадывались, в общем, информации было огромное количество. И, конечно же, своим примером Светлана всё это нам доказала не раз. На что она способна, какие таланты, способности, ясновидение, вот это яснознание, ясность бытия, всё, что в ней вот это проявляется, это во многом благодаря тому, что она убрала вот этот сон из своих будней. И, в общем, сколько можно во время этого сделать, не потеряв сил, а наоборот силы восстанавливаются. Причём тело просит всё время заботы о себе, просит физической тренировки, чего-то ещё. Всё это раскрывается. Мне сейчас не передать всего, что мы получили. Но это огромный просто багаж знаний, который, конечно же, будет перерабатываться в нас. И, как говорит Светлана, вот это вот точечное попадание, это процесс уже нашей работы с тобой. То есть она даёт информацию много-много-много разной, различной. И надо всё это попробовать на себе. Подойдёт ли мне вот это, или вот это, или вот это. То есть никакой волшебной палочкой никто не махал. И, как обычно, надо самой мне с собой работать. Теперь я знаю, с чем работать. Мне совершенно ясно, на что надо обратить внимание. И, само собой разумеется, надо переслушивать марафон Светланы несколько раз, ну, даже, может быть, несколько десятков раз, потому что это будет всё распаковываться и распаковываться. Ну, мы всё это знаем. Я хочу ещё добавить, что я у Светланы не первый раз на парафоне. Это у меня второй марафон, и я была ещё на ретрите. Ретрит — это такое пространство, которое полностью, ну, как бы сказать, объято полем Светланы, где очень много вопросов, которые, кажется, ну, что что-то ты тупишь, никак не можешь дойти. Вот в поле Светланы это очень легко всё распаковывается. То, что не распаковывается, опять же таки. Значит, мало или усилий, или есть вторичная выгода, и что нужно посидеть дома немножечко ещё разобраться со всем этим. Огромное спасибо Светлане и всей её команде, и всем, кто был на марафоне, потому что все их вопросы, естественно, это были и мои же вопросы, потому что это было единое поле. Ну, в общем, я очень рада, что я смогла опять прикоснуться к этому гению Светланы, к этому проводнику, ну, он так и есть. Ну, по-другому никак не скажешь. Вот сейчас даже не объять всех тех вопросов, всех тех ответов, которые получены, на вопросы, которые даже были не заданы, а только подумаешь, кто-то уже задал. Вот. Их как бы не найдёшь в интернете. Я, конечно, часто очень долго там что-то ищу, ищу всё в поисках. Ну, достаточно найти одного проводника, у которого есть все ответы на вопросы. Все ответы на все вопросы. Спасибо большое ещё раз. Очень рада, что была на марафоне. Благодарю всех. Спасибо. Спасибо.